Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан и мы продолжаем работу над поворотным механизмом зеркала. Уже через три дня ко мне приедут ребята московские, будут делать зеркала. У нас два зеркала. Одно просто настенно с ящиками. Одно вот такое здоровое с поворотным механизмом. И габариты очень приличные. 2,89 здесь, а здесь 1,800. То есть такие большие будут зеркала. И я делаю поворотный механизм. На прошлом видео я показывал, как я делал заготовки. У нас вот такие есть заготовки и вот такие. И сейчас мы начинаем их точить. Часть будет у нас точиться, часть будет у нас и литься. И для того, чтобы как бы все это сделать, очень неплохо было бы подготовить чертежи. То есть вот у меня чертеж одной детали, чертеж второй детали. Сейчас мы вот этот вот чертеж вырезаем. И получаем готовый шаблон. И вот с этим шаблоном мы уже идем на токарный станок. Вот смотрите, у нас есть такая деталюха. И она должна быть у нас соосно-винту. Поэтому мы винт будем зажимать сейчас в патрон. Я попробую просто зажать, посмотрю, где тут нам нужно все остановиться. Ну вот так примерно. И вот чтобы не корячить патрон, потому что все-таки патрон у меня для дерева, а не для металла, я немножко обмотаю наш винт изолентой. Мне кажется, что такой подход будет более правильным, что ли. Да, то есть, конечно, в идеале все это, конечно, не защитит ничего так особенно, но я буду поспокойнее себя чувствовать. Вот, намотал изоленту, вставляю винт в патрон, фиксирую. Видите, соосности нет на детали, как бы, да? То есть, она немножко, ее немножко бьет. Ну, это и нормально, ничего в этом удивительного нет. Она сделана с небольшим запасиком, и поэтому сейчас мы ее будем точить прям так, как есть. Возьмем подручник, поменяем. Вообще, этой операцией очень немножко неудобно то, что патрон рядом совсем стоит с деталью. А все остальное, в общем-то, никаких трудностей вызвать не должно. И первая наша операция – это выравнивание поверхностей и приведение всей детали к общему диаметру 50 мм. Обратите внимание на резец, которым я работаю. То есть, я работаю чашечным резцом, хотя, в принципе, у меня практически работа в центрах идет. Из-за чего я это делаю? Потому что я работаю поперек у лакна. Как обычно, в деревообработке, да, самое сложное здесь, в данном случае у нас, это подогнать просто деталь в диаметру. Пока она... Пока ее подбивает, ее сложно достаточно точить. Как только она выпрямится, все будет отлично. Но она практически уже ровная. Напоминаю вам о том, что необязательно всю поверхность точить до 50 мм. То есть, достаточно проточить там, где у нас будет 50 мм. А 50 мм у нас только вот здесь, вот в этой области. Вот, теперь торцуем его. Продолжение следует... Обратите внимание, я все время делаю все с паузами. Ну, то есть, немножко не так сказал. Я все время все делаю не за один проход. То есть, вот видите, несколько проходов по торцовски. Зачем это нужно? Ну, чтобы усилие слишком большое на резец не шло и на детали. Она перекашивается все равно здесь, потому что винт, это как бы на деревяшке, его немножко болтает. И поэтому приходится по чуть-чуть, по чуть-чуть аккуратненько снимать. Теперь, братцы, вы хотите построить или собрать свою столярную мастерскую. Вы втыкаете во все столярные форумы, вы смотрите столярные видео, вы делаете миллион разных запросов к миру. И он вам как-то отвечает, вы ходите в магазины, на выставки и смотрите все оборудование. И это все очень хорошо. Но, вот в этой книге, которую я для вас написал, современная столярная мастерская, все разложено по полочкам от А до Е. Вы покупаете эту книгу, читаете и все вопросы у вас уходят. Очень вам рекомендую. Вы работаете с деревом. Вы работаете руками. Может быть даже не с деревом, а просто вы работаете руками, а денег у вас мало. То есть, что можно сказать по этому поводу? Вы что-то делаете не так. И вот я, добившись успеха, да, на столярном поприще, написал для вас вот эту книгу «Бизнес в столярке». Вот если у вас мало денег, вы много работаете, а денег мало, вам надо обязательно ее купить и прочитать. Потому что вы просто что-то делаете не так. Купите, прочитайте, все изменится. Мы займемся формой полукруга. То есть, вот эта форма полукруга нам известна. Она у нас вот досюда. То есть, я прямо, у меня на чертеже вот линии стоят, я их как бы сюда отмеряю. И линии линиями, а теперь мне нужно подготовить еще несколько линий, которыми я займусь, которые, вернее, мне понадобятся для того, чтобы точить этот наш будущий круг по касателям. Я этот метод уже много раз описывал. Он у меня в книге описан, и видео было миллион раз. Суть его сводится к тому, что мы строим касательные поверхности будущего... Господи, не круга, а шара. Поверхности будущего шара мы строим касательные, и по этим касательным мы снимаем материал. И очень замечательно все это работает. То есть, вот смотрите. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заготовочка слегка поет вот на этих вот проточках. То есть, это о чем говорит? О том, что она все-таки чуть-чуть вибрирует. Поэтому я делаю все очень аккуратно и потихонечку. Вот. А теперь нам нужно поразметь следующее наше касательное. Вот. 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 Разметил следующие касательные и продолжаю работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Построили следующую, следующие несколько касательных, да? Ну, я и вот сейчас уже можно дальше ничего не строить, а просто как бы работать потихонечку по ним. Так и буду поступать. Единственное, что вот те, кто не любит крутить подручник, вот сейчас вот будут как бы в меньшинстве, что ли, так скажем, да? То есть там надо крутить подручник постоянно. Так просто, ну, намного удобнее так все это делать. Вот с поверматиком тут как раз вот все это не очень удобно, потому что он здоровый станок, и крутить подручник на нем не очень здоровый станок, и крутить подручник на нем не очень давно. Идеальный практически есть. Мало того, что он идеальный, его еще практически шлифовать не надо. Несмотря на то, что это поперек мы точим волокно. Так, следующая наша отметка. То есть вот она, отметочка. Мне здесь нужно уйти на 40. И что я делаю? Я ухожу на 40 вот здесь. А почему вот здесь? А потому что здесь мне нужно потом получить 30. Если я немножко ошибусь, ничего страшного не произойдет. Чуть-чуть подручник поменяю. Сейчас проверим глазомер. Глазомер не к черту, 46. 42. Все равно не к черту. Давно уже я, ну как бы, не работал с такими диаметрами. Победа, 40. И теперь убираем просто вот этот материал, ориентируясь на... Что? На вот эту проточку. То есть я вижу, где у меня 40, сколько я должен убрать. Ориентируясь на категории. Я вижу, как я буду брать. Что это такое? Глазомерно. Ориентирую. Ориентирую. Добавляем. Ориентирую. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот здесь... Видите, переход? Вот здесь 40, а здесь 39. И я первым заходом прохожу глубже. То есть для того, чтобы точно попасть. Теперь мне нужно вот отсюда уйти сюда, аккуратненько сделать такую же форму, а потом вот здесь вот проточить на 30. Ну, мы прям даже ничего тут размечать не будем. Прямо так хироним просто. Специально для токарей по дереву я написал вот эту книгу. Двухтомник. Токарное искусство. И вот вы знаете, вот такая же книга, ну, книга, посвященная тому же вопросу, в последний раз в России выходила 129 лет назад. Это, ну, скажите, давно, да? А вот такой книги на русском языке вообще никогда не выходила. Так что, братцы, увлекайтесь точением древесины, купите вот эти две книги, и будет вам счастье. И это также отличный подарок токарю по дереву. Идея, надо точить вот этим лесом. Эти мне здесь неудобно, я не пролезаю, но хоть что-то сниму, а тем потом просто доведу. Играет музыка. Ну, вот, пожалуй, наша ручка почти готова. Чуть-чуть вот в эту сторону. Отмечаем следующий размер на 35. Сейчас будем стачивать. Она немножко побольше получилась, но это неплохо. Ну, заготовка больше, чем чертеж. То есть вот до сюда мне нужно уйти на 30. Надо так надо. Играет музыка. Играет музыка. 35. Продолжаем разговор. 31,5. Чуть больше 30. Ну, вот я поэтому чуть больше 30. Сейчас прокачу, а потом еще доведу. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вот. И меселечком заподрежу вот здесь еще чуть-чуть. Теперь померяем. Ну, чуть-чуть меньше, чем 30. И я хочу чуть-чуть еще вот здесь вот срезать. Вот наше изделие, в принципе, готово. Осталось только его шлифовать и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот, в общем-то, собственно говоря, и все. Так, смотрите, что мы сейчас имеем на данный момент времени. То есть у нас вот такой вот винт, инсталированный в дубовую ручку. Вот это вот имитация нашей будущей стойки зеркала. То есть вот он, видите, входит сюда. Оп! Вошел. И дальше у нас пока не готова, к сожалению, ответная часть, да, то есть сейчас, подождите, не с этой стороны. Вот она вот здесь вот входит, как бы и завинчивается, да? Вот, и вот сюда мне надо еще сделать проставку шайбу. Я ее буду делать из этого же материала. А с винтами пока все. Ну что, друзья мои, вот такие две ручки получились у меня. То есть инсталировал я винт внутрь. Вторая часть нашего рассказа, да, моего, вернее, рассказа. И будет еще, видимо, третья, потому что все не убирается в одну. Вот. И что в двух словах, если, да? То есть собирается из двух частей, запрессовывается винт, на пул все это собирается и потом протащивается. Вообще ерунда, да? То есть таким образом мы можем сделать, в принципе, любые ручки для любого изделия. И проблема, как бы, наша зачастую в том, что сейчас вообще ни хрена нет. То есть вот в магазин заходишь, он вроде за вами, да? А вот нужно что-нибудь такое этакое, там ничего такого вот этакого вы никогда в жизни не найдете. Вот по этой технологии можете делать что-нибудь такое этакое. Ну ладно, я с вами прощаюсь. До свидания, страна. С вами был Юрий Бажан. С вами был Юрий Бажан.